Вот такой вот подрезкой он подошел сюда. Один сантиметр. Вот, смотрите, переход, зал, коридор. Смотрите, вот видите, маленький зазорчик. Это от того, что пол здесь неровный. И получаем уже готовый палентус. Друзья мои, всем привет. Нахожусь я на объекте. Здесь уже практически завершающая стадия ремонта. Но этот ремонт был не мой. Я просто пришел сюда доделать кое-какие моменты. Потому что мастер, который работал здесь, то у меня он ушел на другой объект и не завершил свою работу. И вот теперь мне приходится это делать, доделывать за него. Но сегодня, в общем, я буду монтировать напольник плинтуса из полиумлитана. Это такой архитектурный декор. Монтировать их не так-то и просто, потому что тут много этапов работ, которые нужно делать, когда монтируются эти плинтуса. Так, ну, в общем, вот они такие вот плинтуса. Вот, вот такого вот плана. Ширина где-то их 10 сантиметров. Глубина полтора. В общем, вот эти плинтуса мне сейчас нужно будет монтировать здесь, в коридоре. Здесь будут как внутренние, так и наружные углы. После чего мне нужно будет зашпаклевать все стыки. После чего мне нужно будет эти плинтуса еще и покрасить. Это завершающие плинтуса в этой квартире. До этого я сделал потолочные плинтуса в зале, напольные плинтуса в зале. И также потолочные плинтуса в двух комнатах и в коридоре. В коридоре вот такие вот плинтуса, я еще их не красил. А в зале вот такие вот плинтуса, которые я уже завершил. То есть, отшпаклевал, покрасил, привел в готовый вид. Так, ну и теперь, в общем, моя задача завершить этап плинтусов на полных коридоре. И поэтому сейчас я уже начинаю это делать. Но вы смотрите, как это будет происходить. Кому-то это может быть интересно, а кому-то полезно. Потому что кто-то, если захочет сделать такие плинтуса у себя в квартире, заранее хочу сказать, что перед этими, перед монтажом данных плинтусов обязательно нужно сделать хорошую подготовку. Потому что этим плинтусам нужны ровные полы и ровные стены. Если у вас нету неровных полов и неровных стен, бросьте эту затею. Лучше купите обычные пластиковые плинтуса и монтируйте их. Это будет дешевле, во-первых. Во-вторых, вы скроете все недочеты и недостатки ваших стен и полов. Ну и, в общем, это будет сделать вам проще. А так как данный плинтус очень сложен в монтаже, для него нужен специальный инструмент, который нужно его отрезать. Потом нужно будет прикрутить к стене. Потом нужно будет зашпаклевать. Потом нужно будет его покрасить. В общем, очень много этапов работ, которые нужно делать при монтаже данных плинтусов. Поэтому не каждый мастер это сможет и у каждого мастера это, в общем, получится. Ну что ж, ладно, давайте я начну. А по ходу работы вы уже увидите, как это все происходит. И в завершении вы увидите окончательный результат моей работы. Поехали. Так, вот это помещение, где сейчас мне нужно устанавливать мои плинтуса. Так, коридор. На полу лежит керамогранит. Размер 60 на 20. Здесь 60 на 60. Мастер, который здесь работал до меня, производил укладку данных видов напольного покрытия. Обратите внимание, вот такой вот подрезкой он подошел сюда. Один сантиметр. Ну ладно, пусть этот сантиметр, он здесь есть. Но он закроется, конечно, плинтусом. Но из-за этого вот одного сантиметра у нас вылез один косяк. Пройдем чуть подальше и обнаружим его вот здесь. Вот смотрите, переход, зал, коридор. И вот он, этот сантиметр, на который можно было сдвинуться. И наши швы совпали бы один в один. И у нас не было бы вот такой вот ступенечки. Также эта ступенечка повторилась и здесь. Не очень красиво, причем это был резанный край. Смотрите, как некачественно и некрасиво мастер выполнил данный вид работы. То есть заусовка, не заусовка. Даже не подшлифовал, просто обгрызанный край, так сказать, оставил здесь. Ну и таких моментов, в общем, по этой квартире полно. Ну что ж, я не буду уж сильно докапываться до работы, которую производил мастер до меня. Я вам покажу лучше свою работу. Вот такие, в общем, потолочные плинтуса я монтировал здесь. Это вот, они выполнены из полиулитана. Для чего такие высокие плинтуса нужно было сделать? Потому что вот здесь вот над кухонным гарнитуром остался зазор между потолком и вот этой вот декоративной планкой. И вот этот вот зазор нужно было чем-то закрыть. И закрыли мы ее вот таким вот широким плинтусом. Такой плинтус у меня проходит по всей комнате, везде. Не обращайте внимания на мерцание. Это все из-за таких вот светодиодных светильников, которые не очень качественные. Поэтому такие блики дают на камере. Также вот здесь вот из полиулитана, в общем, выполнено обрамление дверного прохода. И вот такие вот плинтуса, которые тоже мне нужно будет монтировать в коридоре. Здесь я вон уже подкрасил, а вот этот участок просто я еще не доделал. Здесь и здесь. Сейчас я им займусь, чуть попозже. А пока показываю мои достижения в области монтажа напольных плинтусов. И вот еще один момент, когда я вам говорил про то, что полы и стены должны быть ровные. Смотрите, вот видите, маленький зазорчик. Это от того, что пол здесь неровный. Поэтому плинтус, прилегая к полу, оставляет вот такой зазор. Здесь вот лежит на плитке, а здесь вот у него с зазором идет. В общем, такие вот недочеты практически по всей длине нашего напольного покрытия. Так, ну вот такие вот моменты. Ну, в общем, вот потолочные плинтуса тоже пришлось подмазывать, потому что где-то балка кривая, где-то стена, где-то потолок. Ну что ж, я думаю, результат достойный. Из того, что было, я сделал более-менее отличный результат. Ну что ж, ладно, показал свою работу по этой комнате. И теперь перехожу, в общем, к цели моего видео. То есть, сейчас я буду делать напольный плинтус. Вот такой вот, но уже в коридоре. Все, поехали. Так, берем наш полиуретановый плинтус. Вот такой вот он. Бок, зад. Маркировка. Так, он белый, но его можно красить, можно не красить. Но, естественно, мы его будем подкрашивать в яркий белый цвет, специальной краской, чтобы можно было его потом протирать. Ну и начнем, естественно, с наружного угла. Самый сложный это угол наружный. Ну и потом от этого угла, в общем, пойдем дальше. Сюда, 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 сюда. И по всему коридору. Вот, когда стены не ровные, мы получаем вот такой вот не очень хороший результат. Нет плотного примыкания к стене. От того, что вот здесь вот у нас торчит уголок. Так, сделали наружное примыкание. Потом мы его посадим на специальный клей для полиуретана. И поверх этого, в общем, мы еще потом замажем шпаклевкой и будем красить. Ну, естественно, мы их еще пришурупим к стене, потому что это все-таки принтуса, и нам нужно, чтобы она стояла жестко. Можно, конечно, просто приклеить. Ну, я шуруплю, потому что бывает, что стены кривые, и чтобы более плотное примыкание было, поэтому нужно сделать так, как нужно. И еще один момент. Вот этот вот стык со следующим принтусом. Естественно, прямой стык мы оставлять не будем, а подрежем его под 45 градусов. Для чего это нужно, я вам скажу чуть позже. Так, при прямом монтаже плентуса мы имеем две разные поверхности, поэтому они у нас могут отличаться, то есть не отличаться, а находиться на разной высоте и на разной плоскости. После того, как мы начнем его подмазывать, все равно какая-то поверхность окажется выше, чем другая. Поэтому для того, чтобы сделать хороший монтаж, мы делаем его не прямым, а делаем его под 45. И в этом случае мы одним плинтусом прижимаем другой плинтус и получаем уже более ровное соприкосновение. И у нас уже они находятся на одной плоскости за счет вот этого косого соединения. Ну, то есть уже потом, после того, как мы начнем ушпаклевать, мы можем спокойно заделать вот этот зазор и уже будет все аккуратно. Аккуратно. Поэтому всегда, когда делаете такие плинтуса, делайте вот запил под 45 градусов для более плотного и четкого монтажа. Тем более вот этот срез, он больше, чем прямой срез и, соответственно, при монтаже будет более качественное соприкосновение и надежное. Поэтому такой монтаж лучше, чем прямой. Прямой монтаж можно делать только потолочнее плинтуса, потому что там под 45 не всегда получается зарезать. А вот так вот уж на прямом можно уже и немножко понапрячься, поднапрячься и сделать такое хорошее соединение. Думаю, понятно объяснил, почему нужен именно вот такой срез. Все, продолжаем дальше. Так, теперь для монтажа плинтусов будем использовать клей монтажный для интерьерных работ, затвердевания за 24 часа. Так, для пористых и минеральных поверхностей. В общем, такой европласт клей монтажный. Специально он рассчитан вот как раз для этих вот полиуретановых плинтусов, для достижения наилучшего результата. Так, ну что ж, теперь мы его наносим по периметру нашего плинтуса и на срез. Обязательно на срез, чтобы на среде у нас тоже соединился он качественно. И будем это делать сейчас с помощью малярного скотча. Сейчас я попробую без саморезов. Если без саморезов не получится, тогда уже придется шурупить его. Других вариантов просто не будет. Сейчас, в общем, приклеиваем и смотрим. Потом, если будет необходимость, можно будет еще раз пройтись поверху, чтобы замазать все зазоры, которые могут образоваться. Вот, допустим, как здесь. Теперь переходим на эту сторону. Ну вот такой, в общем, получился. Уголок. Вроде нормально, вот остался только зазор, потом его замажем. Ну и все, теперь продолжаем таким же образом. Дальше под 45, там угол 45. А здесь просто прямой рез. И все, завершаем монтаж вот таким вот способом. И так, завершился процесс монтажа плинтуса по всему периметру коридора. Установлен. И теперь нам нужно его зашпаклевать и покрасить. Так, в общем, вот так он выглядит. С виду вроде так все просто, но если уже придраться к чему-то, то, естественно, вот эта вот полоса, которая осталась под плинтусом, такая небольшая щель, это говорит о том, что пол здесь неровный. Конечно, можно его потом заполнить герметиком для того, чтобы скрыть это все и чтобы мусор под него не попадал. Но в лучшем случае, конечно, нужно было сначала сделать идеально ровные полы. Тогда вот такого безобразия уже, можно сказать, не было бы. Так, ну ладно, мое дело сделано. Плинтус установил. Теперь я вот это все зашпаклюю. Ну, швы, естественно. И потом покрашу. Напольный плинтус. И потолочный плинтус тоже. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Итак, теперь нам перед покраской нужно защитить все поверхности, которые нам не нужно окрашивать. То есть напольную плитку и стены, которые тоже уже были окрашены до нас. И теперь нам нужно будет прокрасить наши плинтуса белой краской в белый цвет. И при этом не замарать то, что уже было сделано до нас. Поэтому аккуратненько по всей длине, по всему периметру наносим малярный скотч снизу и сверху. И это делаем мы везде. Как на напольном плинтусе, так и на потолочном плинтусе тоже. А для того, чтобы окрашивая поверхность, мы никоим образом не замарали то, что уже сделано. А это еще одна из основных задач хорошего мастера, это не навредить и не испортить. Не навредить и не испортить то, что было сделано до нас. То есть оставить после себя уже хорошую, красивую картинку. А никоим образом не какое-нибудь такое безобразие и халатное отношение к чужому труду. Сделаем красиво, будет хорошее мнение. Сделаем плохо, получим соответствующее. Поэтому клеим, мажем и не жалеем о том времени, которое было потрачено на эту подготовительную работу. Малярка у нас приклеена, скотч по периметру сделан. Вот здесь везде, особенно примыкание, где у нас идет с черной дверью. Там будет покрашена белой краской и, естественно, там не очень-то будет и красиво, если мы запачкаем эту дверь. Поэтому аккуратно все обходим бумажным скотчем. Вот так, вот так. И все. И начинаем красить. Красим, красим, красим. Так, для покраски плентусов используем вот такую краску, специально для кухны и ванны. Активная защита, легко моется, 7 раз прочнее. Так как плентуса у нас находится на полу, и каждый раз, когда будут мыться полы, чтобы тряпка не морала плентуса, не морала краску, вот используем специально вот такую вот краску, моющуюся, чтобы можно было в случае чего протереть плентуса. Также защита от влаги и пара. Идеально для помещений с повышенной влажностью. Ну, у нас помещения не повышенной влажности, но все равно какой-то контакт с водой будет происходить, так как это все-таки плентуса. Вот такую, в общем, красочку мы используем для наших плентусов. Завершающим этапом уже у нас идет покраска плентусов. Просто белой краской красим аккуратненько вдоль по плинтусу и не боимся замарать другие поверхности. Так как мы заблаговременно нанесли, то есть наклеили скотч бумажный. Завершили покраску. Уже частично убрали скотч. Теперь остался вот скотч на полу. Его тоже аккуратненько убираем. И получаем уже готовый плинтус. Здесь вот немножко краска отодралась. Тут маляр проходил стены. И, в общем, зацепил скотчем краску. Вот сейчас я это подкрашу и все будет нормально. Вот, в общем, так вот нужно сделать работу. Скотч убрать после окончательного завершения покраски. То есть здесь я уже покрасил два раза, два слоя. Все аккуратно, четко, красиво. В общем, так как и должно было быть везде у нас такой результат. И по потолку, соответственно, тоже скотч убрал. Все зачистил. Ничего не мешает. Швов не видно. Все выглядит аккуратно. Также, кстати, здесь вот это вот обрамление дверного проема. Тоже подкрашено все. Швы отсутствуют. Следов саморезов нет. Вот так вот. Все. Думаю, на этом можно закончить это видео. Этап работы по монтажу плинтусов завершен. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok